Всем привет, дорогие любители Дефрага, обзоров, рекордов, стримов и всего-всего, что связано с нашим сообществом. Добро пожаловать на обзор 218 варкапа с картой Lucifruti Keanex. Мапперов у нас здесь у этой карты 2. Карта очень свежая, как только она вышла, сразу же попала на варкапа, это значит, что карта достойнейшая, значит ее нос выбрал, значит прям вот просто изюминка нашего сообщества. И мапперы конкретно это Люси и Тютти Фрути, он же Томсям, он же Димон, он же Димон и вот это все. В общем-то давайте посмотрим на карту, демок прислало не очень много, не знаю с чем это связано, но карта всем реально зашла, все лично, даже Димон уговорили, что О, Димон, какая карта классная! Так что да, давайте посмотрим. В общем-то появляемся мы с шестью ракетами, у нас есть сразу же красный на груди и по умолчанию хп. Очевидно, что нам надо куда-то вот сюда, я конечно же проиграл. Опа, опа, что за косички? Опа, неплохо, неплохо, косяки. Ладно, это не так важно, давайте пойдем. Дальше, при поднятии снизу мы где-то вот здесь, по-моему, получаем еще мигу, чтобы не умереть. И прыгаем дальше, здесь у нас отбирают, то есть вначале у нас отбирают, где-то вот здесь, да? Да, ну да, скорее всего где-то вот здесь. И вот здесь у нас на следующей же линии дают достаточно широким триггером, чтобы это дело не облететь, не пропустить и ничего такого. Дают нам плазм. В общем, плазмить нам, очевидно, надо туда. Давайте поплазмим. Так, не хватило. Пробуем еще. Паталог достаточно высокий, чтобы было попроще. Все правильно. По... Так, окей. Красный, классный телепорт. Вот где вы, где вы еще увидите такой телепорт, кроме как этой карты? Нигде вы не увидите. Так, вылетаем в телепорт. Очень большой падик мы появляемся. Дают нам постоянно батл сьют. Не знаю, почему постоянно. Видимо, вейт маппер не умеет ставить. И, собственно, давайте попрыгаем. Пады достаточно простые. И вначале, как вы, возможно, заметили, а, возможно, нет, я все равно ее еще буду проходить. Второй раз показывать роуты. Вначале нам дали вот здесь ракету. Просто ракету без патронов. А потом на следующем паде дали патроны. Чтобы мы не смогли с этого пада в ЦПМ отстреливаться. Даже вот я отстреляю, а вот нам дают патроны. Так, пойдемте дальше. Эх! Не смогу. Ну и вот, вот сейчас даже покажу. То есть вот нам дали ракету, ноль патронов и патроны. Так, здесь у нас дверь. Немножечко дырявая, но ничего страшного. Это бывает. И что мы видим? Очень много пространства. И вот здесь у нас написано Лю-Си. Ага. И от буквы Y тут Т. Прикольно, прикольно, да? Прикольно, да, ребят? Прикольно? Да, прикольно, прикольно. Так, есть у нас такие вот столбы. Об которые можно отстреливаться, если вам понадобится. Есть вот такой треугольчик, в котором можно прыгать. И также отстреливаться, если вдруг вы захотите. Внизу вода, которая никуда не телепортирует. Там вода багует или... А, это решетка бы будет. Это нормально для Радика, для Радианта это нормально. Так, прыгаем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И вот здесь вот отбирают у нас, вот на этой вот линии, отбирают ракеты. И видим мы, что там написано Kea. Ведь... Kea! И карту для Keanexa. Все мы Keanexa знаем и любим. Победитель прошлого варкапа. И допрыгиваем мы по воде и рампочкам таким. Что-то будет. Допрыгиваем до плазмы. Внизу там ничего нет. И... Ну, не телепортов, ничего нет. И, в общем-то, давайте доплазмимся. Такуда нам надо. Видим мы стену, да? Что нам надо вот туда. Давайте мы это... Поворот совершим. Поближе можем рассмотреть Keanexa. Что все тут светится. Все классно. Стандартный Sky, который очень даже ничего подходит. Так, и... Сделаны вот эти стены, естественно, для Климба. В эти дырочки можно упасть. Здесь надо быть аккуратнее. И вот здесь у нас финиш. Такая вот карта. Достаточно сама по себе интересная. Много всяких свистоперделок. Много лампочек. Прикольный достаточно дизайн. Из пака Андромеды. Ну, на мой взгляд, прикольный. И давайте посмотрим по роутам. Вначале. У нас здесь, грубо говоря, прямая. И в конце стена, в которой мы можем сделать 2Х. Давайте так и сделаем. Вот. Изи. Просто изи. Отстреливаемся. И остается у нас одна ракета. Куда ее можно использовать? Можно использовать ее несколькими вариантами прохождения. Во-первых, можно сделать буст в ту сторону. И сразу же начинать плазмить вот здесь, да? И потом туда, так ля-ля-ля. Там вот все дальше проходить. Либо можно качественно отстрелиться ракетой предпоследней вот здесь. Где-то, да, в этой области. На, ну, допустим, вон, ну, 1100 вот ты выбил. Ну, получилось у тебя. Что делать тогда? Тогда все очень просто. Можно запустить ракету, так как вот здесь вот отбирают. Ну, либо чуть подальше, да, где-то вот тут. Можно запустить ее в пол. До того, как вот ее отберут. Запуская в пол, вы минуете. Ну, и переусловив, что вы эту ракету, естественно, словите. Вы минуете вот этот плазмоклимп. Который не самый простой, на самом деле. То есть тут смена стен, да? Трижды, получается. То есть вот, точнее, дважды. То есть раз вы плазмите стену, поменяли. И там же стена вот этой вот кончается. Значит, продолжается вот тот угол. И там вы также плазмите. Вы этот климп минуете. И просто можно там словить ракету. Здесь немножко поплазмить по этой стене. И долететь до ватт. Есть такой вариант. Я его не буду прямо... Опа, косичок. Я его попробую, наверное, сделать попозже. Я покажу в начале роутов. И если что, если я не увижу в топовых демках его. То я его покажу в своей демке. Потому что я, по-моему, делал. Так, здесь мы попадаем в телепорт. Сразу же выпрыгиваем. Теледжампа здесь нет. Здесь без вариантов. Но в любом случае нам нужно делать именно так, как сказал нам маппер. Ну и здесь на большой скорости можно... Опа. Можно врезаться. А можно и не врезаться. И, имея много скорости, тоже можно придумать несколько вариантов прохождений. Первое. Так. Ну вот, в целом, про финиш, да, говорим? Во-первых, ракету отбирают у нас вот тут. Финиш вот тут вот. Что мы видим? У нас много ракет. У нас большая скорость. Что... Что... Какие мысли у тебя, Москаль? Москаль, какие мысли? Димон. Димон. А, вы же не тут. Вы же со мной не пишете. Тогда я расскажу, с вашего позволения. В общем-то, мы можем закинуть... Ну, в теории. Я, честно говоря, так не делал. Не делал так. Потому что, я не знаю, это очень сложно. И... Может быть, бот сможет. Надо попросить виза, на самом деле. Мы можем срезать себе скорость там. Ну, вот здесь, в этой области. До тысячи или чуть больше. Может быть, больше. И накидать примерно в триггер, да, вот сюда вот. Ракет наперед. Словить их и залететь сразу на финиш. Казалось бы, что-то сложного. Накидал и лети, да? Но. Суть в том. Я вам покажу сейчас. Давайте. Так, я с девмапом где-то. Давайте я сейчас... А зачем? А, да. Да. В спектаторах покажу. Ой. Вот. Суть в том, что здесь сделали player clip. Вот он идет. Где он? Да, то есть вот он. Он... Вот. Вот я врезался, да? Вот я врезался. Он достаточно низкий. В этом вся проблема. То есть, мы если сможем вылететь, и он натянут на всю стену. Вот я и лечу до туда, и не могу. То есть, он натянут до стены. Его никак не облететь. Есть единственный вариант. Если мы ловим вот эти ракеты, мы можем прилететь куда-нибудь, может быть... А, либо так даже, да. То есть, хотя это не выгодно, по идее. А... Как-то? Как меня так кинуло? А, телепорт, скорее всего, здесь натянут. В общем-то, можно куда-нибудь... Что? Что такое? Короче, не облететь, получается. Я думал, что можно как-то вот сюда залететь попробовать. Но, видимо, если мы зацепляем чуть ниже, да, где-то... Там, да, телепорт. Триггер телепорта. Вот, это один из вариантов. Ну, можно подсказать болту попробовать, да, если он сможет. Но ручками у меня не получалось. Второй вариант. Ой, я сохранился. Ладно, давайте попробуем заодно. Ну, вот так это примерно выглядит. Я покажу вам в демке, потому что можно сейчас на это очень много времени потратить. Это бессмысленно. Здесь мы все быстро облетаем. От себяшки. И вот здесь у нас тоже несколько вариантов. Мы можем допрыгивать до плазмы. И начинать плазмить, допустим, вверх. В один климп здесь все получается. Мы плазмим, делаем буст. И залетаем сюда. Да, можно с плазмным джампом, можно без. Все достаточно просто, по крайней мере, выглядит. Сделать, конечно, нужно постараться. Выходит такой момент не всегда. Либо. Мы можем брать плазму. Делать прыжок. Делать буст. И начинать плазмить в обратную сторону. И это, по идее, намного быстрее, чем обычный роуд. Правда, это у меня не получается. Да, вот. Мы можем вот так вот сделать. Доплазмить до финиша. И с рампу начинать подниматься. И здесь мы, так как финиш натянут очень хорошо. Вот именно вот так вот полосочкой, да. Мы можем поднимать и сразу же финишировать вот здесь. И нам не нужно подниматься здесь. Потом плазмить тут. Еще вот тут стрейфить, да, частично. Мы просто плазмим все это время. И залетаем сюда. Потом климпом. Есть вариант. Так. Есть еще один вариант. С даблджампом. Это нужно очень как-то рассчитывать спейсинг. У меня не получалось. Есть вариант просто, типа, сделать, ну, плазмить. И на скорости сделать вот здесь даблджамп. Либо здесь, либо пораньше, да. Начинать плазмить вверх. И просто залететь на финиш. Это просто, это сразу 27 секунд вообще без базара. А то и меньше. То есть, вот. По идее, вроде бы все. По поводу карты. В целом, никаких таких. Самое интересное место здесь финиш. И больше, в принципе, никаких моментов нет. А, ну вот, 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 вот. Типа того можно делать. И это намного тоже быстрее выходит, чем обычные лазмоклимбы. Потому что здесь стену пока раз, сменишь пока два, там. Ну и давай я тебе попробую сделать это побыстрее. И вот, вот, вот еще, конечно, может встречаться такая проблема. Либо вот даже так, да, как-нибудь. Ну, варианты есть, в общем-то. И здесь просто поднимаемся и финишируем. О, а в воде можно взять бус? Мужевый. Прикольно. Ну, в общем, вот. Такая карта. Я надеюсь, что ничего не забыл. Все показал. Мапперы большие молодцы. В целом, карта получилась очень даже динамичной. Мы бы ее даже взяли на дуэльный кап. Но, к сожалению, организация дуэльного турнира немножко глупая. И как-то вот не уследили. Так что, давайте перейдем к демкам. Смотрим наши демочки. Так, это у нас 218 варкап. И в икутре всего 3 демки, риммач. Бронза! Третье место, риммач просто красава! Вырвал! Вырвал! Просто молодец. Давайте посмотрим. Так, 2х. Все отлично. По скорости все достаточно неплохо. И решил он полный угол возьмите. Почему бы и нет? Здесь у нас кенок, говорю, риммач прошел. С сприджампом эти паники. Хотя они без тоже пролетают. Но, возможно, не хватало стрейфа. Но бывает, что теперь. Здесь немножко позвольствует скорость, чтобы не упасть. Чтобы по спейсену все сошлось. Ну и в икутре, конечно, вот эти повороты немножко запарные. Но, тем не менее, все равно даже для... Воу-воу-воу-воу, серьезно? Нет, не словил. К сожалению, не словил. Было бы очень круто, на самом деле. Здесь в икутре так тоже, по идее, быстрее, да? Должно быть. Жесть. Да, вот он выставил просто и... Начал плазмить. Неплохо, неплохо, риммач. Красава. Нашел. Либо где-то увидел, либо нашел. Демка онлайновая. Ну, классно. Очень круто, риммач. Молодец. Кенекс на 20 секунд перевел риммача. Второе место. Собственник этой карты. Красава. Так, 2х почетче. Здесь также скорости побольше. Нон-стоп климбинг. Все хорошо. Здесь ракеты тоже хорошие. Воу. Вот он дырочку заюзал. Демонт видел? Воу. Так, и здесь будет... Тоже, тоже возвращается. Очень круто. Очень круто. И да, с небольшого подъема начинает плазмить. Так, естественно, побыстрее, чем снизу, как мы делали это риммач. Но тем не менее, риммач большой молодец, что так сделал. И бригант первое место. 1,7 от Кенекса отжал. Скорее всего, это топовый тайм, но это не точно. Я, честно говоря, не помню. В онлайне кто там сколько ставил. В онлайне кто там сколько ставил. Батт стрелился, тоже очень много скорости приобрел. И почти сразу же начал плазмить. То есть, ну видно, видно сразу, что побыстрее, что очень многие моменты были более идеальные, чем у Кенекса. Да, оттуда и почти 2 секунды. Ну, бригант молодец, молодец. Я думаю, рокет часть можно сделать побыстрее и 39 сделать. Возможно, кто-то сделал. Я, может быть, гляну. А, может быть, и нет. Минута. ЦПМ. Перейдем к ЦПМ. Минута 10 у нас у Эдика. Если ты опять ушел за кофе, я смотреть Дэнку не буду. Не ушел. Молодец. Или ты во время раны ушел. Такой типа. А, тут климк. Я пойду кофе сделать. Так. Выставил угол, выравнился. Все хорошо. Не факт, что доплазмит. Да. И здесь мы остановимся. Моя остановочка, говорит Эдик. Нет, нет. Доплазмил. Большой-большой молодец. Без выборга стал делать. То есть, не сразу прыгнул. Выборга там какого нету, я это говорил. Ну и рокет часть. Не самая быстрая. Зато стабильно. Зато стабильно. Можно падать вот так вот в воду. Сделать очень классный рокетджам. И тоже возвращался назад. Никто плазмить не хотел. Блин, надо было столбы выше делать, чтобы все там плазмили. Празмили в натуре, да, Эдимон? Спокойненько. Есть, конечно, некоторые фейлы. Я их отметил. А в целом достаточно ровненько прошел. Ничего неординарного. Такого серьезных прям фейлов нету. Ну, кроме падания в воду, да. И то, что Климп он не с первого раза там вначале сделал. А так в целом очень даже ничего. На 15 секунд перебил его хухал. Мид спин точка пуль. Крути мясо. Климп с первого раза. Ой, здесь почему-то он... Ааа, он... Ага, я понял, да. С дублджампа вылетал специально. Чтобы нормально пропрыгать. Но тогда уж лучше... Ну, трокер побыстрее, да. И плазмил. Вот. Человек плазмил. Не засал и заплазмил. Не то, что Эдик. Вот Артура целая в лице. В глазах хухал. И просто нереальная это Артура. Фиг финишируешь. Да, и 55, и 5. Молодец. Риммич, 10 секунд. Очень большие у нас отрывы сейчас, да? Риммич, бронзовый призер. Выгуты физики этой карты. Неплохой 2х. 900 упсов. Тоже проходил по внешней стене. Не рисковал он. Может быть не получалось. Просто так же с дублджампа вылетал. На самом деле там достаточно легко пропрыгивается. Я не знаю, почему у людей такие проблемы. Хотел под себяшками там, да. Ну, набрал очень много. Да, и тут обратно возвращается, конечно же. И так же почему-то он начнался снизу. Причём с прыжка вот так вот. Очень странно. Очень странно. 11 из 19. Из 19. Но в целом прошёл очень даже ничего. Дипиш на 5 секунд перебил. Динозаврик, наш любимый динозаврик. Давай, давай, покажи. Покажи скилл лого. Вот, нормально. Вот, вот. Не засал и закидал под себяшки себе. Вот. Ещё и на плазму попал. И развернулся и в воду упал. И из воды выплазмил. Ути, какой динозаврик мой. Ути, какой динозаврик мой. И тоже почему-то не срампы. Это очень странно. Вроде бы очевидно, что, чтобы доплазмить быстрее, тебе нужно встать повыше, как бы, да? Если ты вверх плазмишь. Либо вообще в ЦП можно сделать пару шагов по рампе, начинать плазмить, типа выровняться потом по вектору. Но ты за счёт рампинга будешь намного быстрее подниматься. Как-то, ну, очень странно. Ремич Кипиш. Давайте старайтесь лучше. А мы посмотрим хардкора, который 140 от Кипиша отбил. Просто не щадя вообще динозавров. Эру, когда динозавры жили. Как там? Напишите мне в комментариях, если я не свой. Очень классный угол, кстати. Очень хорошие клембы от хардкора. Также не вылетал из телепорта, а просто делал circle. Меловой период, что ли, да? Меловой. Мировой. Чё? Чё забанят ещё? Да, ну, хороший климп. И тоже почему-то снизу начну оплазмить. Ну, как-то такое, на самом деле. Я, ты хардкор. Честно, я ожидал от тебя что-то получше. 7 секунд. НХС козёл, он же TheQN, Белая Россия. Вот это всё на 7 практически секунд перебил хардкора. Давайте посмотрим. Очень много здесь скорости у TheQN. Ууууу, стою и вот сразу же начинал прыгать. Молодец. Очень хорошие ракеты. 1700, 2... 2, 500, 2, 700 и 2, 900. Ой-ой-ой, как много скорости Но основной минус как раз таки в том, что можно было развернуться Но в целом проклимбил очень чистенько Даже не вставал там нигде одним цельным климбом Все это огибал, все вот эти падики И рокет-часть очень быстрая Климбы хорошие на старте Ну в целом, да Ну то есть, ну, по идее 33 секунды на этой карте Это очень даже хороший результат, насколько я могу помнить Потому что я ее тоже поигрывал, вроде в 28 Потому что он скорее всего делал срезу с ракетой На старте я имею ввиду, ну увидим Полторы секунды и Карус отжал от The QN По-моему это The QN Так, Milky Way Тоже достаточно много скорости Хорошие углы Вылетал так же сразу Из телепорта Это тоже вот сразу вылет Это тоже достаточно много Дает по времени Рокет-часть помедленнее Но он скорее всего развернется Да, он развернулся и за счет этого выиграл Он сделал это! Он сделал! А-а-а-а-а-а-а-а! Приз за оригинальность достается Икарусу пока что. Красава. Просто, просто красава. Шарлон Танк, перебил тебя. Да, очень жаль, но да, перебил тебя на 600, на сколько, на 800. Давайте посмотрим. Плей. Так, даже почти буст получился с полусеркла. Такого начинал прыгать, потому что, видимо, стрейфинг хватал, и он падал в этих физичных падах. Ну, шарлон, ну, шанс, там, подсебяшки практически бесполезны. Были очень много, просто так настрелял, и неужели он тоже так заметил? Серьезно? Жесть. Это, типа, так просто было? Или что? Потому что я, так, ну, я пытался пару раз, да, честно, но у меня не получилось, я забил. Типа, это, типа, да, ну, это рандомно. И, типа, все. Окей. Третье место, тем не менее, большой молодец, перебил Икаруса. Ну, есть где, видно, где перебил, да, что это старт лучше вроде, хотя нет. А где секунду он отжил? В общем, эксперты, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. 32 сделал Торнер. На 1,4 перебил шарлон танка. Тоже по внешней стене плазмил. Сразу же начинал прыгать. Под себяшка хорошая. Ай, ракета у нее не зашла, ракета, очень жаль. 2,900, очень много скорости и... И тоже залетел. Все залетели, кроме меня. И Avenger на целых 1,3 перебил Торнера и занимает золотое место первое. Большой-большой молодец вроде, красава, просто красава. Ага, никто нельзя. А вот у меня 28,8. Вот видите, какие чеки. Тут, короче, 26, походу, надо, а то меньше. Лол, ну что, ну что, ну как я так... Эй... Ну да, то есть, вот это вот среза, то, что я показал. Да-да-да. И вот он, ты почти 2 секунды срезал. Окей, давайте посмотрим в замедлении. И я покажу, наверное, все-таки свою демку с этой срезой. И возьму себе приз за оригинальность, потому что этот финиш не оригинальный. Возьму приз себе вот так вот, вот так вот нагло стример возьмет и... Заберет приз за оригинальность себе за качественный роут на старте, который дает полторы секунды плюсом. И засунет эту демку потом улучшить еще, и засунет ее потом в какой-нибудь мувик классный. Ну все выглядит неплохо. Че, точно он опять слил? Медленно. Береган, че так медленно? Старайся лучше. Ну как медленно прям ужас. С заступом, с заступом, подсебяшка так себе, кстати. С заступом. Залетел там, еле-еле прямо. И тут очень быстро развернулся. Хороший климп. И вот с рампу он начинал. И забрался, да. Ма-ла-дец. И посмотрим, давайте. Avenger, Avenger. Он же Роди. Он же знаю Веспа, а вам ничего про него не расскажу. Он же советский дефрагер. Неплохо так, ну точнее ладно, плохо словил 2х. Минус 300. Углы хорошие. Здесь, конечно, не скрою. Углы классные. Углы отстрела хорошие. И минус 1,4. Ну я еще когда играл, думал, блин, а что, нифига, Роди. Тогда он тайм поставил, классный. А он просто финиш другой сделал. А я финиш нубский сделал. Ну давайте я вам покажу, если я ее сейчас найду. Эту демку. Подсебяшка в никуда. Подсебяшка на 200. И подсебяшка еще на 200. 3000 в итоге на повороте. Да. Но здесь можно еще лучше. Он мог даже в плюс выйти, по идее. Да, неплохо, неплохо. Ну я немножко, конечно, огорчен, что я поленился. И не стал играть. Так, Люси, Фрути, Пенокс, наверное, уже здесь должна быть. Нет, и здесь. Вот, ну вот, с 8888. И, ну, давайте с таймскейлом. Также просто посмотрим, я вам подробнее покажу. Так, хороший 2x. Тысяча упсов. И вот она. Ракета в пол. И вот так вот я просто... Хоба! И все. И вот так вот. Вот вам полторы секунды, ребят. Здесь обычный стрейф. Ну то есть в идеале получается можно даже, я думаю, если там сколько? 2 секунды. 26,8. Ну, в общем-то, 26 точно надо. 3100 там на повороте. И я еще с бустом делал. Это тоже дает плюс. То есть, по идее, прямо ровненько 2 секунды. Ну, как я так? Ну, 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 ну... Хе-хе. Ну, ладно. Вот я даже пару... Ну, там, шажок буквально на торможение сделал. И залез. Да. 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 Бывает. Бывает и так. Бывает. Ну, ладно. Давайте посмотрим на браузер. Вот вам браузер. Минус 1. Хе-хе. У кипиша. Красава. Красава кипиш! Минус 1! Блин! Просто лучший! Риммич! Бронза! Вообще огонь! Варпак тоже отмечает, что риммич 3 место. Крайгазм! Уф! Еще старт, возможно, я эту демку не скачал. Я ее даже не видел. Он... Возможно, он вот это как раз и показывал. Номер 4. Псих. Чел, который буст сделал хорош. Это, наверное, я сделал буст. Было дело. Ей, я топ-3 риммич. Да. В общем-то, такие дела. Обязательно заходите на этот сайт. Тут постоянно проходят некоторые мероприятия. Постоянно здесь можно увидеть много вариантов прохождения. И всем спасибо за просмотр. Встретимся в следующем. Встретимся на следующих стримах, если вы их посещаете. Если не посещаете, то посетите. У нас бывает достаточно весело, бывает грустно, бывает скучно. Но все потому, что это живые люди и так далее. В общем-то, все. Все, ребят, спасибо. Всем удачи. Всем пока.